Лариса, как вы думаете, мне выйти вот так я цветочек или вот так павлином? Я думаю, что павлином. Павлином? Добрый вечер! Я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся! Привет, коллеги! Держитесь. Невеста у нас сегодня – это павлин. Огонь. Так что боюсь, как бы она всех наших женихов не испепелила. Мне кажется, мы будем вообще лишние. Все сделает сама она. А бороться за нее пришли любвеобильный Андрей, мечтательный Виктор и работоспособный Александр. Ну давайте сначала павлина встретим. Пусть невеста. Проходите. Здравствуйте. Меня зовут Лилия Цветочек. Сегодня прошла за женихом. Проходите. Лилия 46 лет. После того, как стала матерью, поняла, что муж и ребенок – это двойная нагрузка на ее женские плечи и предпочла расстаться с супругом. Лилия – дизайнер сценической одежды экстравагантного стиля. Организатор и ведущая шоу-программ – мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. Гордится, что превратила работу в праздник. Предупреждает, что в своем доме она управляющая, а не домработница. Лилия не обратит внимания на красавчика и не воспримет всерьез балагура и бабника. Ее избранник дома должен быть водителем дивана, на работе монстром, а в ее объятиях – ручным зверьком. Здравствуйте! Я прямо не вижу вас за этими прекрасными цветами. Хотелось бы подарить вам их. Да? Да, в первую очередь. Именно эти прекрасные цветы для вас. Я подли ваших кнопок. Каптензия. Да. Ну, веселенькая. Вам 46 лет. Вы в великолепной форме. Просто великолепная. Ну, это, конечно, вот занятие спортом, да? Да, безусловно. Вот теперь расскажите про вашу жизнь, потому что в голове у меня это не укладывайте. В самые страшные для нашей страны времена вы уехали за границу. Да, мы со спортивной скамьи привыкли разъезжать по городам. И для меня не страшно было поехать вновь в открытые просторы. Железные врата открылись, все впереди. Мы выросли, из гнезда полетели. Вам сколько было лет? Двадцать? Девятнадцать двадцать, да. Девятнадцать двадцать. И вы едете зарабатывать деньги? Да, институт закончили. То чужую сторонку? Да. Никто не ждет? Абсолютно. Никола, ни двора? Все непонятно? 25 долларов в кармане. Вперед. И кем вы там работали? В каких странах? Так как со спортивной скамьи мы привыкли в команде работать, естественно, у меня была команда гимнасток красивейших. Вот мы своим опытом устраивались в хорошие, так скажем, отели и так далее по контракту на месяц, на два, на три. Команда, друзья, куча друзей. Это все не то. Это все на публику. Это надо, чтобы был один человек, которому она прижалась бы, обнялась бы и все было бы хорошо. А где вы муж своего встретили? В шоу в своем тоже, да? Да, да. Но я родилась в Казахстане, за сборную Белоруссии выступала, за сборную Союза готовили, поэтому ездила и также в Казахстане нашла своего первого мужа. Мама была всегда против, и нам легче было самим открывать себе путь, дорогу и счастье. А мама почему была против него? Она опытная женщина, она чувствовала его. А что она? Ну, она хотела русского мужа и достойного, так как вы говорите, олигарха. Он состоялся. Разве что мой брак не состоялся, потому что я и делала. Давайте это в чем? Любили его? Ну, она хотела, чтобы... Ребенок по любви родился? Вы знаете, я любила в молодости, а потом разочарование наступало. Почему? Потому что устали? Нет, потому что я хотела бы уважать мужчину. А за что вы его не уважали? Вот что у него не получилось? Вот того мужского, чтобы он ввел меня за собой. А ему не состоялась. Это получается, не у всех получается, понимаете? Он вам помогал. Да. И что он? Он как бы не догонял меня. Я иду вперед быстрыми, семимильными шагами. А чего вы достигли? Вот вы говорите, я шла вперед. Вот что вы достигли? Роза, смотрите, вот ногти, да, а потом ты берешь газонокосилку, уже темно. Я не правильно говорю. А я хорошо говорю, вы достигли чего? Вы говорите, я достигла. Построила дом, родила ребенка, посадила много деревьев. Но вообще-то нужно, это вообще-то чисто мужское. Вот. И надо было его тогда стимулировать, чтобы он дом строил, а не самой. Я устала стимулировать розы. Она устала, конечно. Потому что она на себя тянет. Она такая сильная очень женщина по натуре. Но даже после того, как вы сказали ему, что он в вашей жизни лишний, вы все равно продолжаете вместе жить. Я бы еще дальше жила, но если бы он заставил себя уважать. Зачем ему все так удобно? Вот. Сын есть. Так а что? А вы сейчас опять водители дивана хотите? Ну, на самом деле приятно, когда женщина тоже смогла такое сделать. Ну, вообще Роза права, конечно. Смогла такое сделать. В чем-то она права. Вот смотрите, когда приехал его сын от первого брака к вам, и сын стал помогать, все же было у вас хорошо? Хорошо. И сейчас хорошо. Я горжусь своими мальчиками пока. Дай бог, чтобы все так и было. Мальчик это кто? Два сына. Сын от первого брака и мой. Это не ваш сын? Да. Ну, он как родной, потому что приехал. Он в семью вошел с самого детства, с трех лет. Представляете, он все по хозяйству помогает. И в новой семье он тоже будет присутствовать. Ну, а куда его? Вычеркнешь, что ли? Как? 20 лет, я знаю. Да, это мой крест. Мы и с папой общаемся с Даней. Даня зовут моего сына. И с папой мы тоже общаться будем. А я не могла, и я ушла, и сына оторвать. Ну, я по хозяйству особо не помогаю. А у меня и сын для этого, и ты тоже все очень удачно складывается. Женихи придут, выбирать будете одного. Значит, они должны быть готовы к пасынку и бывшему мужу, который будет присутствовать всегда в вашей жизни. Не вешаю эту обузу ни в коем случае ни на кого. Он не нашел себе никого, ваши бывшие? Нет, у него нет женщины. Он ищет, даже где-то я подсказываю, где-то с кем-то даже знакомлю. Я говорю, столько женщин прекрасных. А где он живет? Зачем ты один? У него мама есть, он на квартире отдельно, он с мамой не уживается. И молодец. Ну, я тоже сам у меня с бывшей женой. Ну вот. Великолепный отношений. Правильно, потому что это говорит о том, что она позитивный человек. Ну, конечно, вам нужен мужчина, который так же, как вы, на 220. Вот если за границу приезжаешь или там где-то, да, на 110, розетка, Владифина работает, но так-то рано, бессмыслится. Нет, нет, нет. Понимаете? Дело, время, потихи, часы. Вы можете заряжаться и вы можете работать, только рядом с вами будет 220. Ну, в общем, да, это опять про тебя. Про 220 это ты. Ну, на 220 точно, да? Это точно ты. Как бы не 380. Да, там 380 можно. Вот не знаю, что будет, девочки же. Мне нужно спокойное что-то. Да не нужно вам спокойное, что вы спокойного съедите. Не нужно вам спокойное, вы сами-то себя слышите. Мне вот нужен ваш совет, взгляд со стороны, поэтому я открыв рот, буду слушать. А я просто задам вопрос, смотря чего вы хотите. Вот что у вас сегодня есть? Дом есть, вы не бедствуете, вы занимаетесь любимым делом, у вас любимые сыновья. В принципе, вы всего, чего хотели, да, как среднестатистик. Даже бывший муж, приходящий, уходящий. У вас есть даже больше, чем вы, на что вы рассчитывали. Вам не нужно уже никому ничего доказывать. Маме вы тоже уже не должны доказывать. Правда же? Мама жива? Да, да. Вот. Поэтому я сейчас даже не могу представить, кто рядом с вами будет. Кому вы нужны. Лариса, я пришла за тем, чтобы вы помогли мне разобраться в этом. Что мне нужно? Она привыкла на себе все тащить. Это женщина-лидер, это однозначно. Не то, что ты еще и лидер, она локомотивная. Лилечка, вы понимаете, что все люди разные, да? Ну, вообще разные. Вот вы абсолютная чистой воды холеричка. Вы такой родились, никто в этом не виноват. Поэтому, либо вы сегодня понимаете, что вы уже женщина взрослая, и что нужно обороты как бы сбавить немножко, либо вы уже через пару лет, через трое лет будете как фрик. Потому что, ну, уже по возрасту, поэтому, если хотите быть счастливой... Мне трудно одной. Трудно. А в чем трудность-то? Лиля, в чем трудность-то? Жива, здорова, руки ноги, еще в саку. Тогда мужчину нужно, мужчина должен быть сам собой. Уже в этом возрасте и вы определились, но и он. Не требуйте невозможного от мужчины. Мне кажется, в семье я мужчина. Так это же вы выбрали. Нет, нет, дорогая моя. Это вы выбрали, это вы выбрали такой, пусть быть сильной женщиной, потому что... А мужчинам она всегда была матерью, и она не чувствовала себя женщиной вообще. Она бежала по жизни, зарабатывала, ей некогда было подумать, любят ее, не любят ее. А сейчас она остановилась. Я знаю, что в мире есть равновесие. Хороший мужик, нет, женщина будет ленивоватой. Либо наоборот. Я понимаю, что такое равновесие удерживается. Это значит, бесполезно. Как глухой и слепой друг друг себя докажет. Но чтобы просто пахло мужчиной в доме, я так тоже не могу. Вы можете хотеть до морковкиных. Жизнь сама докажет, правы мы или неправы. А что мне не нужно? Я пришла к профессионалам. А мы не золотые рыбки, понимаешь? Желание вас что-то это отгадывать. А я думала золотые. Нет, не золотые. Не золотые. А мудрый совет. А мудрый совет. Найдете мужчину, в котором вот один-два каких-то качеств. Как-то подходящих. Да. Вот, например, приятный собеседник не пьет, друг. Так. Все. Ну, уже третье, считай, это роскошь. Если он еще и, например... Дженек поставит время времени. Понимаете? Уже слава тебе, Господи! Каждому хочется быть сытым и пьяным. И при этом не потеть. Ничего не делать, да? Ничего не делать. И если есть такая женщина, то для чего вы ему? Для чего? Зачем? Количество подружек у меня одиноких, роскошных, потрясающих. Из хороших фамилий. Известных. Известных, с тремя высшими образованиями. Звезды. Хорошей матери, при этом хорошей хозяйки. Бла-бла-бла-бла. И им 31 год. Еще и мало. Вот такая грудь. Детей нет. Красавица. Вот так вот все исходит. И одинокая. Поэтому, девочки, давайте возвращаемся в реальность. Если сегодня встретится мужчина, который не будет раздражать, не будет много обещать, и, в общем-то, помыть, почистить, пригодится. Все. Будем его рассматривать как мужа. Вась. Ну, я тоже считаю, что несколько несправедливо даже с вашей стороны. Выставлять как требование к мужчинам, пускай он хочет, чего я хочу. Так не бывает. Если вы позволяете себе свои желания и свои какие-то планы и цели, ну, имейте внутреннюю свободу позволить их и мужчине тоже. Не задавайте окружающим ритм, которого они не могут вынести. Пускай ваши сыновья так привыкли, но с мужчиной все равно нужно по-другому. Сказываю, 50-летние мужчины хотят 21-летних. Ну, молодец, хорошая девушка. Хорошая, хорошая, да. Встречайте первого жениха. Лиля, ты себе представить не можешь. Вот сидел и слушал. Думаю, ну, многие вещи про меня были сказаны. То, что ты хочешь, ты, может быть, это и получишь. Так что, держи. Спасибо за надежду. Спасибо. Проходите. Андрей, 50 лет. Водитель такси, офицер запаса, гордится четырьмя детьми от разных женщин. Мечтает построить дом, чтобы собрать близких на семейный ужин. Предупреждает, что не всегда удачно шутит. Андрей всегда смотрел на женщин, как на припудренные булочки в супермаркете. И никогда не мог отказать себе в искушении попробовать их. Надеется, что Лиля смирится с тем, что он сладкоежка. АПЛОДИСМЕНТЫ Василиса, самый лучший ведущий Василиса. И Лариса, и Роза. Спасибо. Проходите. Спасибо вам. Андрей, и много вам припудренных булочек удалось попробовать? Не стошнило еще, нет, от сладкого? Нет, ничего не стошнило от сладкого. То, что вы говорите по поводу булочек припудренных, это и есть у меня такая история. Ну, как бы, у каждого человека есть что-то свое, буду вам рассказывать. Есть что-то свое и с чем-то постоянно сталкивается. То есть те же самые грабли. И что получается? Вот идет муж с женой в магазин. У жены деньги. Все у нее есть. В семье достаток. Все есть, все обеспечено. Жена покупает все, что надо, без проблем. Хоть что, хоть что. И тут жена видит, что муж загляделся на какую-то булочку припудренную. Это девушка, значит. Ну, да. Это кто как понимает. Лиля, вот что вы делаете? Купите супругу эту булочку припудренную? Ну, если супруг, то, может быть, уже даже я, да. Купите вы эту булочку припудренную или нет? Да, я куплю. Вы знаете, как не хотелось бы, чтобы женщина ассоциировалась исключительно с ясным. Как момент потребления, как неодушевленная вещь. Он пока говорит честно. Нет, но он говорит о женщина, как о съедобном чем-то. Это гастроном, понимаешь? Он сожрет человека и не заметит. Это его желание. Лариса, на самом деле, я сказал чисто про булочку. А кто о чем думает, это каждый свое думает. Ну, да, четверо детей вам булочки типа нарожали. Не, ну это опять все ваши домыслы. Многие женщины почему-то говорят, вот, ну, дети смотрят, ничего ты не получишь. Вот. А на самом деле, вот, Лиля сказала правильно. Ну, хочешь ты булочку, я тебе куплю, на, скушай тут ее дальше. А что получается в другой ситуации, когда женщина не дает, не покупает эту булочку? Муж потом втихую берет из бюджета какую-то копеечку, бежит там продавщица, говорит, что ты то сегодня говори, там, телефон не отвечает. Поэтому понравилась вам булочка? Жена должна подойти к ней и сказать, слышь, булочка, Люся, пошли к нам домой. Я у соседки пока чайок попью, а ты пока с моим-то так. А то ведь все равно тебя добьются, только деньги из дома вынесут. Вообще какая-то аллегория, мне вообще это неприятно. Вот правильно, Витюша, вот я с тобой полностью согласна, это неприятно. Женщина это не булочка. Нина, сколько вам лет? 19. 19. Вы от какого брака по счету? От первого. От первого, да? Вот представьте себе, что у вашей дочери муж точно с такой же философией. Вот он приходит, говорит, слышь, тесть, такую булочку сейчас встретил, даже двух. Ты как-то дочку заморочил, пусть она к мамке поедет, а я сейчас с двумя булочками нарисуюсь, одна тебе, другая мне. Это че здесь такого-то, пока ваших близких не касается это. Вот давайте так, вы во сколько лет женились первый раз? 24. По любви? Конечно, по любви, а почему же еще? Он каждый раз женился по любви, смотри, наехали на него всерьез, как будет выкручивать себе. Рассказывайте про вашу историю. Вот ваша Нина родилась. Да, и через полгода родился эта семишка. Еще один ребеночек, от другой булочки. Ну как, ну так получилось, что как-как. Ну, по-моему, это не мужчина рожает, а женщина рожает, правильно? То есть у вас параллельно были женой и счетные отношения. Да, то в принципе вы не имели отношения к этому ребенку, который родился. Нет, почему, это все мое. Ну у него булочки все рождают, кексики. Конечно, хочется быть оригинальной, конечно, хочется поменять. Вот сидит мужчина, который вам, глядя в глаза, говорит, не уважал женщин никогда, не уважаю, не буду уважать. А вы думаете, нет, это у него раньше было с другими, со мной так не будет. С вами будет только еще хуже. Когда вы его однажды застукаете или с подружкой, или с домработницей, или там еще где-то что-то, я не думаю, что вы так же улыбнетесь и скажете, что тебе водички не приси, не приси, не прикорно, не сошли от булочки. Если от этого будет то же самое, человек не меняется, человек станет столько хуже. Только если в молодости их называют гуляками, то с возрастом они превращаются в похотливых старичков. И это такая гадость, я вам скажу. Да ловицу делай хоть и к нему. Кого хочешь, да. Вот классификация мужчин. Есть вруны, есть жадные, есть бездельники, а есть бабники. Вот такой он будет, другим не станет никогда. Если вас это устроит, если вы готовы на это смотреть сквозь пальцы, пожалуйста. А давайте мы про... Я просто вспомнила сейчас, что у вас же тесты для женихов приготовленные. Тестируйте. Там тесты пошли, видите, на здоровье. А, она сейчас будет тестировать. Вы готовы? Конечно. Любой вопрос, любой ответ. Да, сразу же, моментально. Не задумывайся, только самое главное не задумывайся. Если буду задумываться, буду обманывать, а так совершенно нормально. Гимнастка хотела бы самый сложный тест сделать для вас. Посильная ноша называется. Вы доверитесь мне, как гимнастке? Чувствуете, чем пахнет? Акробатикой. Надо держать меня на руках. Проходите уж на сцену. Это не тяжело будет. Да нет, конечно. Вашему здоровью не проведите. Только когда что-то говорит, прыгнет на шпагат. Приседайте и ложитесь на спину. Ой, сейчас старых не радует. Ну. Сгибаете ноги. Ага. Выпрямляете руки. Ага. Главное не сгибать в локтях. Хорошо. Ничего себе. Начали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Орехово-Зуевский район. Дело в том, что я живу своим домом, он меня поглотил. Я думала, дом для меня, а оказывается я для дома. Поэтому вам нужно работать не бесплатно. Нет, зачем? Дрелить я умею, косить тоже умею, все это вроде бы с техникой. А вы это будете делать по собственному желанию? Вот без просьбы, чтобы встал с утра и сразу задрелиться. Мне хлеб не корни, дай только поработать немножко. Правда? Я вот даже колеса на машине сам меняю. Почему? Потому что надо, чтобы хоть какой-то физкультурой позаниматься. Вот я специально все сам делаю. Ну вот смотрите, для вас Лилечка показала такой дивный сюрприз. А вы для нее приготовили что-то? Ну я, конечно, приготовил, но как же иначе-то? Покажете? Ну конечно. Она, между прочим, тебе тоже может предложить какой-нибудь трех. Ты готов? Я готов, да. Лили, у нас сейчас эксперимент будет. Надо за одну минуту, кто больше съест. Давай. Ты голодная? Кушай давай. Поехали. На скорой. Давай, давай быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Мне кажется, тут какая-то скрыта какая-то смысл. Смысл какой-то, да. Что-то он сейчас ее подколет, мне кажется, как-то. Ну быстрее же, кушай. Короче, делаю я вывод, что и Лилечка больше не может, и вы булочками за жизнь накучились, как вы говорите. Правильно все, правильно. Хорошо, что после акробатического номера. А так, Бана, на 5-е его на 8-е проверила. Проходите, друзья мои, проходите. Забирайте пасху. Давай, береги себя. А вы в своей комнате. Спасибо. Что, девочки, говорите, как вам жених? Ну, есть только надежда, что действительно он наелся. Но крепче за баранку держи шофер. Нет, скажите, пожалуйста, а если даже живя вот с вашей подругой, он будет провожать взглядом всех девушек, ее сына, всех подружек, всех соседок, даже если он только пудру эту будет сдувать с них, вам не будет противно? Вот смотрите. Мне лично, да, потому что я первого своего мужа вот так же и послала. Лилечка, вот смотрите, вот если бы пришла женщина-героиня и рассказала бы ту же самую историю, но только с женской стороны. Было 4. Представляете, как бы там в комнатах гудели мужчины, обсуждая ее, мы бы сами себя здесь не слышали. А это вроде норма, он вроде даже как бы хвастается. Тебе понравилась невеста? Ой, вообще шикарная невеста, хорошая. Выйдешься о ней? Выйдю, да. Так что не думайте, что человек изменился или изменится. И он все эти россказни, что он наелся уже. Ой, Ларис, ну ладно, на нее посмотришь. Ну уж вы не обижаетесь на меня, Андрюш, конечно. Сладкое вы, я смотрю, любите. А это у вас вон мозоль какой уже, извините, определенный вещей. На руке? Да нет, вот. Вот впереди у него уже, по всей видимости, много чего не видно из-под этого мозоля. Диабет впереди. Тоже, как говорится, ну не мальчик уже. Наезжают, наезжают. Правильно, правильно. А, ну сейчас правильно. Испытывают со всех сторон. Мужчины с Венеры в близнецах. Действительно, лебединой верностью не страдают по жизни, скажем так. Поэтому я как женщина и как человек негодую, а как ученый со своей стороны, мне приятно, что вот пришел здесь подтверждающий теорию человека. Хотя это неприятно. Тип такой, да? Да, чистый психотип, действительно. Любит. Грешен. А что, и таких любят? Четыре-то было? Да. Кто-то говорит... То есть не успокаивается с возрастом? Практически нет. Только смерть. Горбатого что исправит, девочки? Видите, они что, совсем с другого теста мужики слеплены? Я тоже успокоилась во многих вещах. Знаете, я могу сказать, что они просто любят жизнь. Если вы почти в полтос вот так ноги задираете и говорите, успокоилась, когда я мать Тереза. Ладно, это сейчас меня посмотрели. Сейчас посмотрим, как другие там. Встречайте второго жениха. Побежалась. Здравствуйте. Здравствуйте, моя дорогая. Вы прекрасны. Я сейчас наблюдал за вами. Вот действительно такая женщина, которая спортивная, которая настоящая, которая постоянно что-то хочет в жизни. Вот, наверное, такая, наверное, мне и нужна. Я так подумал про себя. А дальше посмотрим. Вы великолепны. Проходите, спасибо. Давайте общаемся. Виктор, 49 лет. Руководитель кукольного театра. Занимается сетевым маркетингом, гордится званием всероссийского Деда Мороза и разрядом мастера спорта по боксу. Мечтает поставить классический балет с куклами и купить яхту. Признается, что по ночам его посещает муза. После первой неудачной интимной близости с возлюбленной сделал ей предложение, а спустя 10 лет брака не вовремя вернулся из командировки и подал на развод. Надеется, что Лилия не способна на коварные сюрпризы. Какое счастье, что вас по ночам посещает муза, а не белочка. Да. А что это за муза, надо что выяснить? Муза Исааковна, соседка. А ты думала? Ну да. Ну вообще, всероссийский Дед Мороз, это, конечно, круто. Дед Мороз дома будет все желания выполнять. Вы режиссер кукольного театра, да? Ну да. Как бы я 27 лет назад создал шоу «Кукол». И как бы в течение 27 лет я как бы сам это тяную, сам это организую, все придумываю, делаю. Ну про театр мне уже надоело. Я вот хочу к моему любимому моменту. Возвращается муж из командировки. Вот чего мы будем огородами-то? Да, это была смешная история, которая, как в анекдоте, наверное, звучит, что в свое время мы часто выезжали в Калининград на международный фольклорный фестиваль, и тогда не было мобильных телефонов. И как бы получилось, что фирма знаменитая наша отправила нас, начекалась самолетом раньше времени на два дня. А как раньше без телефона? И вот я подхожу к собственному дому, поднимаюсь на восьмой этаж, звоню в дверь, и никого нет. А ключи как бы мы не тогда не... Ну, я всегда доверяю женщине. И свет горит, вы же с улицы рассмотрели. Нет, нет, я сразу не заметил. Я думаю, ну ладно, я же виноват, я не предупредил супругу, ни телеграмму не прислал. Я, ладно, поеду в Марину рощу к маме. Вот, разворачиваюсь, выхожу на улицу, поднимаю глаза, у меня во всех окнах горит свет. Ну ладно, думаю, значит, может я постучал, наверное, плохо. Или ей плохо. Да, поднимаюсь обратно и смотрю, а глазок почему-то не светится. То есть как обычно глазок светится. Ну я такой парень спортом занимался, я такой уперся в эту заднюю стенку-то и ногами эту дверь вместе косяком и выложил. Вот, и наблюдаю картины, что в моей ванне умоется человек. Чучело какое-то. Да, ну это как бы не чучело, это был корреспондент одного из зданий московских крупных. Моя жена находилась в шортах в этот момент. Но вы знаете, я настолько вот человек, я не скандалил ничего. Его, я как бы так поставил вещи, говорю, а покушать есть что-нибудь? Покушать. Покушать. Молодец, вот спокойствие где. Олимпийское. Там полная тишина вообще в квартире. То есть вообще там, слышу, все-таки душ работает. Надо заглянуть, что там в душу. То есть я не сразу за ним. Заглянул душу. А он уже всплыл. А он товарищ такой стоит. Я говорю, ну пойдем, пойдем. А дверь-то выскочила, месяц косяком. Я его туда поставил, а дверь обратно прислонил. Вот. Через некоторое время звонит звонок. Говорит, отдайте вещи, пожалуйста. Я говорю, пожалуйста, забирайте. Виктор, ну видите, вы ее даже не упрекнули. Я не упрекнул. Вы даже не стали выяснять, что да как. Да. Вы поели и даже не заикнулись, никогда больше не выясняли отношения. Нет, мы просто развелись через месяц. Это я принял решение, потому что я, если доверяюсь женщине, и вообще... А она в ногах не валялась? Нет. Если я доверяю женщине, или я доверяю любому человеку, с которым в моей жизни, если я ему доверяю, значит я в него верю. Не было даже желания простить, понять? Нет, вот, вы знаете, у меня не было желания простить, и я вот такие вещи, может быть, не умею прощать. А что выяснять уже, господи? А после вот этой истории были еще женаты, были серьезные отношения? Нет, серьезных отношений не было. Скажите, а вообще, в принципе, женщины не перестали доверять? Вы знаете, нет, я романтик. Вам нравится, Лилечка? Да, ну, конечно, надо поближе познакомиться, так сложно. Ну, да, естественно. Вот с первого... Вот как вышло, вначале не очень. То есть вот так вот, в первый взгляд... А что не очень? Вот, а потом, да, я такой человек, что, может быть, чем-то консерватор. Я очень тяжело перехожу с одного мобильника на другой по нескольку лет. Я тяжело... Это называется возраст, это не консерватор. Не, ну это мне нравится, конечно, больше, чем первый. Он приятный, да, он приятный. Скажите, что вас в женщинах раздражает? Вот, абсолютно точно обозначила Лилечка, что ей нужно, чтобы муж косил, убирал, стирал. Он завтрак был нежный и романтик. Ой, вы знаете, для меня проблема стирать нету вообще, потому что я параллельно занимаюсь сетью маркетингу. Вот, там это включила, она сама стирает. Вот. То же самое я знаю все эти моющие средства один в один. То есть пользуюсь... Я даже вас боюсь лично спросить про тест. И так далее. Дальше. Я думаю, вы мне поможете, Роза. Готовить я люблю, обожаю. Не можем. Вы уже попробовали, я думаю, с вами у нас получится. Вот, что касается стирать, так что еще? Да это я же пошутила. Виктор, а вот тест пройдете, не боитесь? Да, я пройду любой тест. Вот, давай. Мне интересно, какое испытание она сейчас саму Лиля придумает. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А пока реклама, оставайтесь с нами. Где там у нас Роза? Проходите, проходите, проходите туда. Ты, 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 ты. Я уже по-русу хочу. О, Роза супер! Я хоть красива, Ларис! Красивая, возьми. И сердце не видно. Роза уже в образе, да? Да. Но быстрее была, да ладно. Быстрее в образ вошла. Роза, одевай корону на него. Да. Роза! Одевай, одевай его. Вот этим вперед. Он, по-моему, уже боится. Куда я попала? Пора бояться, да. Если Роза уже... Если Роза в розовом. Присаживайтесь. Ходи, смелый. Я вам шпыляну. Присаживай. Все порядок. Да. Ублажайте меня. Ах, какая роза у нас. Смотри, быстро они сделали из капитана Султана. Султана, да. А что машут у меня? По бокалам, да? Полежат. Я самоплелить могу. Вот так мы и сердце. Хорошего понемножку. Может, я тут остался? А ты лежи, милый. Гороскарабыни не будешь никогда. Спасибо. А теперь эту гору же поднять надо, девчонки. Что же вы подняли? А еще и вопрос задать. Бросили. А вопрос какой? Да, мне хотелось бы узнать, как часто он бы хотел быть героем сказок раз в неделю, раз в месяц, или раз в год. Каждый день. А я так все-таки не поняла. А в чем тест-то был? Он может положить мужика, и чего, он покормить? Я его спросила, сказку хочет раз в неделю, раз в месяц или раз в год. У него был другой вариант. На какой вы рассчитывали ответ? Это уже ответ. Я думала, что в нашем возрасте мы уже успокоились. Сказку так часто нереально создавать. У нас сказка у вас на работе, у нас, да. Что-то перемудрили, затенется. Не, ну ничего бы. Я бы рассчитывала на ответ сказку подальше. А я бы рассчитывала все-таки посмотреть на ваш сюрприз. Если бы он здесь милю дрессированную вытащит. Да, да, да. Поверь, Парас, вы вообще путешествовать любите? Ну а как же? Любите. Я тоже очень люблю путешествовать и по нашей стране, и в разных других странах. А как вы относитесь к животным? Очень хорошо. У меня дома животные. А какие? Кошки и собаки. Кошки любите? Были курятники целые, клевые курицы были. Потом газоны мне гадили гуси, но я их терпела одно время. Я, значит, тоже люблю, помимо этого, еще птиц. И вот из одной стороны, это, конечно, шутка, я привез очень интересную одну птичку, вот, и хочу вас с ней познакомить. Они, кстати, да, подошли бы, мне кажется. Вот, познакомьтесь, и вот такая у нас птичка, знакомься, знакомься. А теперь давайте, может, потанцуем вместе с ним? Хорошо. Ну-ка. Не хочет. Ну-ка, давай, давайте попрыгнем. О, затанцевал. И громче все вместе. Опа. Давайте, рюмпо прыгнем, теперь рюмпо прыгнем. Оп. Давай. Курицам и гусям еще страусом. Спасибо, Виктор. Забирайте своих друзей, проходите в свою комнату. Спасибо, приятно было. Спасибо. Хорошо. Ну, молодец, очень все хорошо. Круто ведь, круто. Валентиночка, как вам Виктор? Уж очень они полные. Помните Женя Любальзаминова? Да. Уж очень они крупные. Вот. Я его видела бы как бизнес-партнера, но не как мужчина. Нет, конечно, она с тобой профессионально хочет подружиться, это однозначно. Что же, она все поняла? Вы рядом с ним, девочка-статуэтка. Потом, чем больше я смотрю на вас, Лилечка, тем больше я первый раз за 6 лет хочу вам сказать. Я не хочу, чтобы вы выходили замуж, потому что достойного вы, ну не знаю, встретите или нет в своем возрасте. А так, чтобы не коротать одной, вы такая легкая, вы такая коммуникабельная. Вы прямо вот, ну вот, вписываетесь в любые предлагаемые обстоятельства. Лариса, ну что же она теперь будет, как я в Третьяковской галерее, что ли? Смотреть, может, трогать нельзя. И роза, это какая красавица, слов нет. Вот все мои сейчас подружки сидят на жесточайшей диете, все ходят еле-еле, прямо одно пишут, другое зачеркивают, бледные, ничего не соображают. И ради кого? Ради этих мужчин. Все себе отрезаем, подкалываем, худеем, целлюлит этот несчастный, разбиваешь уже, уже просто умираешь под этими руками массажисток. А они не особо. Вот поэтому пусть они тоже на себя смотрят и говорят, что нет. Как у них не на всех, и у нас тоже не совсем получается. Пусть работают над собой, да? А я с вами тогда буду солидарной тоже. Это все понятно. На барышню хочет мужчину, на самом деле. У нас есть еще один жених. Давайте, интересно. Проходите. Ладно. Здравствуйте. Добрый день, Лидия. Поражен вашими жизненными успехами, внешними достижениями. Надеюсь, мы понравимся. Спасибо за свидание. Как вас зовут? Саша. Саша. Проводите. Спасибо. Проходите. Александр. 46 лет. Врач скорой помощи. Потомственный медик. Пишет стихи и авторские песни. Гордится своей работоспособностью. Мечтает открыть дом-приют для престарелых. Предупреждает, что в его семье главный мужчина. Александру надоели капризы жены, и он переехал к соседке этажом выше. Но и с ней счастье не обрел. Надеется, что с Лилией ему будет комфортно. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. А теперь вы сразу раздеваться начали. Ну, почему? Лучше так начинать. Рабочая обстановка. Интересная. Какая-то рабочая обстановка. Общество очень интересное, красивое. Смотриные. Я просто сегодня счастлив. Роза, от вас. В танцах, да? Да вообще. А цветочки для кого? От цветочки, извините, да. Каждый из вас непревзойденный по-своему. Ближе ко мне, конечно, Роза. Цветите так и дальше. Спасибо большое. Вашими молитвами. Видишь, все женихи с цветами, а ты даже не впарился. Лариса, ну что, Женчужина. Спасибо. Без... Спасибо, дорогой. Без оправы. Спасибо. Представление завязателя. Стравная Василиса, но очень красивая. Что вы, я... Вы меня переоцениваете. Нет, нет, нет. Это мне не только меня. Врач скорой помощи. Это прекрасные люди, с очень хорошим чувством юнора. Вообще, конечно, Александр молодец. Легко решает семейные проблемы. Не понравилось с женой, перешел на этаж. Это как в компьютерной игре. На уровень выше перешел. Главное, только потом, когда к мусоропроводу вышел, помните, куда вернулся. Нет, иногда, даже если он зайдет и перепутает, тоже неплохо. Разнообразие. По старой памяти жена тоже может подзабыть. Вышел с вещами из дома, а тут соседка. Поднялся на лепси и стал жить. Запилилась жена, да? Ну да, там были такие отношения, которые, собственно говоря, и изжили сами себя. Большого пиления я, в общем-то, не испытывал. Да, в общем-то, я не допускаю. А что было? Ну а что, скажите, вот к чему цеплялась? Она не участвовала в моей жизни. Она не участвовала в моих начинаниях. Это был прошлый век. Это было времена кооперации. Это было новое мышление, если помните, конечно. Страшное время-то, на самом деле, страшновато. Не все решались тогда участвовать во всех авантюрах. Ну, ничего. Ну, она еще и была жидноват, Александр. Вы ломались там на трех работах, чтобы заработать на квартиру, на все. И когда однажды часть большой зарплаты отдали своему отцу, потому что вместе жили, она такую истерику устроила маму Негорюй. Она задала такой вопрос, который не оставил меня, в общем-то, равнодушным. И стоять вертикально. Мне пришлось есть. Как же так? Ты мне не доверяешь. Там просто случайно получилось, что мне удалось выполнить, ну, получить большую зарплату относительно всего. И отцу, да, предложили выкупить квартиру кооперативную в этом городе. Ну, и она, значит, речь шла о жилье, а это более важно, конечно, чем любая одежда. А она примерила это все на себя. Якобы я ее там что-то не одел, и якобы что-то там, ну, не додал, не довыдал. Ну, да, лучше шубку купить, чем подряд. Реалитеты разные, да? Да не тот он человек. Он с самими проблемами на нее вешает, вешает что-то. Ля-ля-та-поля. А с соседкой что не сложилось? Взаимоотношения не сложились. Я не мог смириться с тем, что, значит, матриархат, что ли, какие-то приоритеты меняются на глазах. Я не так воспитан, чтобы вчера был убежден в одном, а сегодня у меня диаметрально противоположное мнение, это нормально. Это ненормально. Я не авторитарный человек. Я требую, чтобы своим мнением считались. Это раз. И требую, чтобы... Ну, это обязательно. Я считаю, что это один из первых пунктов. В семье вообще и оба супруга должны считаться с мнением друг друга. Да, над ним слишком много, скажем так, руководителей. И, конечно, он вот эту свою активность, властность захочет проявлять дома. В основном все врачи, особенно скорой помощи, любят выпить. Да. А вы как к этому? Тоже люблю. Спасибо за откровенность. Не как у Довлатова, знаете, он пил каждый день и иногда еще уходил в запор. Нет такого... Ну, каждый день невозможно пить. И в запор уходить, это, собственно, по нынешним временам неактуально. Тест давайте. Тест. Сейчас здоровье проверим. А давайте, давайте. Да. Если вы любите выпить, наверное, любите и спеть, да? Скорее всего. Легко. Слушай, а улыбка нет. Улыбка хорошая, да. Улыбка хорошая. Не забудутся о Нике, празднику обиды глаз. Забиви меня в свой плен, эту линию в колен, целовать в последний раз. Ты вместе. Только рюмководки на столе, ветер плачет за окном. Молодец, она еще и звучит неплохо. Стромью, рюмководки отживается вон гель. Это ли молотой луны кричит? Да-да-да-да-да-да-да-да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вы оценили группу поддержки, между прочим? Она меня, когда у человека такая грубка, конечно. Нет, а у него прям голос крипатый. Сколько же тоски у вас. Смотрите, глазками на него смотрите. Да-да. Он ей понравился, этот мужичок. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы в свою очередь чем будете удивлять невесту? Есть сюрприз? Конечно. Ну, показывайте. Ну, профессионально, видимо. Представляем. Человек, который, да, вот вам дорог, родной. Вдруг потерял сознание внезапно. Ну, упал и вроде как не дышит. Что будем делать в это время? Да он лечить будет, но. Лечить будет, доктор, но. Голова там ли? Голова там. Я так поняла, в обморок упала я. И сознание потеряла тоже я? Сначала да. Закрываем. Ну, считаем, чтобы посинело. Детская игра 3.15 известна всем. Здесь проблемы еще меньше. 2.15. 2 вдоха, 15 надавлен на грудную клетку. Вдох должен быть качественный, сравнимый со страстным поцелуем. Я подойду отсюда. Не виноватая я, он сам. Девочки. И начинаем качать. Все понятно. Вы знаете, я Козодина преанимировала. Все нормально. Молодец. Красавец. Готовился еще раз. Козовился? Да, да. Но заткнули. Да. Челюсть вывели. В легкий воздух. И мощный, страстный поцелуй. Два раза. Ну, вот так вот. Потом 15 вдоха, выдоха. Все понятно. Я вольт. Встаем. Какой педагог. Через 10 месяцев у них родился мальчик. Молодец. Она все правильно поняла. АПЛОДИСМЕНТЫ Накачала. Опять. Подавила. Не нравится. Еще подавила. Надавила. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Если я заболею, я к врачам обращаться не стану. Лучше не болеть, дешевле будет. Спасибо вам. Я вам ребра не сломала? Нет, нет. В порядке. Нет, в порядке. Спасибо. Забирайте своего друга. И проходите. Доктор. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты видела, как она его? Ну, да. Завалила просто. Сась. Там какие-то тело стоят. Ты понял вообще? Вы такая легкая. Вы такая артистичная. Вы такая приятная. Как вы быстро вписываетесь во все предлагаемые обстоятельства. На вас смотреть одно удовольствие. Ну, как вам еще кажется? Вот он настоящий, Александр? Вы уж всем там и позаловались. Все он вам проверил. И здесь, и там, и вы у него все. Все это игра. Глубже, наверное, нет. Ну, знаете, опытная женщина за 20 минут прочувствует ее этот человек или нет. Не прочувствовала. Не прочувствовала она что-то. Глубже, а тебе как? Да у нее хороший мужик. Врач. Это не показатель врач. Пробросайте, не придет к вам ни Брэдпит, ни Алан Делон. Никто не придет. Что это было в начале нашей программы. А я вам это в начале программы сказала. Поэтому, если Александра, вот сейчас разбирать, у него хорошая профессия. Он врач, у него есть образование, он ироничный, с ним может быть весело, у него прекрасные подруги. Вы посмотрите, какие. Просто так бы не пришли за него. То есть это хорошая компания. Он вписывается. Видишь, как она на нашей стороне. Да. Это дорогого стола вообще. Василиса сейчас про него нам расскажет. Ну, извините, вы тоже на 20-летнюю-то с дельфиньим телом не тянете. Нет, она у нее как раз дельфинье тело, и она потрясающе выглядит. Ну и сколько такого тела-то будет еще? Много. Ну что, побегаем, может быть, на перегонки. Ну да. Поджимаемся. В его случае я увидела мужчину, который выбирает женщин действительно энергичных, а потом сам с ними начинает бороться. Он говорил, вроде бы все правильно, должны считаться с моим мнением. Но я абсолютно уверена, что за этим глубокая обида к тому, что женщина в принципе сама принимает хоть какое-то решение. И он самостоятельную, активную, рядом видит с трудом, хотя ровно таких женщин всегда выбирает. Вот, на мой взгляд, как только он перестанет играть в игры сам с собой, и перестанет корчить из себя как раз такого крутого мужика, который тут за все отвечает, когда он женщине сам делегирует часть возможности хотя бы быть собой и принимает решения, у него все в жизни сложится. Ну, нужно просто прекратить играть в бруталу, и все. Женщине сам делегирует часть. Валентина, кого вы советуете всего, подруге? Ну, я, например, никого не увидела, кто был бы другом хотя бы, хотя бы другом. Но не проскочила нигде искра, ну, кроме вот первого Андрея, который мне показалось, что он, ну, во всяком случае, весело им было обоим. Мне очень приятно. Я же разволновался весь. Переживаю сейчас. 45 баб-ягод К5, только, ну, надо помнить, да, что ягоды – это продукт скоропортящийся, да, поэтому надо быстренько-быстренько. Время не стало. Но, вы знаете, я не знаю, Андрей мне не особо понравился, а вот Александра я врачей уважаю. Дело к старости идет уже, надо и о здоровье подумать, и чего. Так, Роза тоже за нас молодец. Да, все нужны. Я считаю, что и Андрей, и Виктор, и первый, и второй женихи вам категорически противопоказаны. Не хочу утверждать, что с Александром это обязательно билет в долгое совместное будущее, но если уж пробовать, я бы советовала пробовать с ним. При том, что он вызвал у вас такое отторжение. Но вы взрослый человек, заставлять себя не обязательно. Андрей весь такой чистенький, симпатичный, улыбалкин, пирожными вас кормил. Почему нет? Дайте ему шанс. Может быть, ему тоже уже надоело, понимаете, перекати поле. Мужчинам тоже надоедает скакать из постели в постель. Да это просто чисто субъективное мнение из меня сделали, какого-то бабняка. На самом деле я добрый, хороший, ласковый. Но у вас будет время подумать, целая минута, пока Васечка вот нам гороскоп очередной не прочтет. Все знают, что на хорошую постановку билеты не купишь. И лучше всего, с учетом стоимости билета, все-таки знать, куда и на что ты идешь. Так вот, в сентябре 2014 года лучше выбирать какие-то постановки и спектакли, которые будут проходить с 7 по 20 числа. И с 7 по 14 лучше выбирать спектакли, которые имеют отношение, повествуют о жизни простого народа, не королевско-царские саги. А с 14 по 20, ну, можно выбирать классические постановки, например, о нелегкой женской судьбе, о женской доле. Вот, собственно, и все. И удачного всем театрального сезона. Спасибо. Всего времени стекло. Проходите. Мы в любом случае вас поддержим, куда бы вы ни пошли. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Дарья, 22 года, номер 3487. Стюардесса, занимается легкой атлетикой и фитнесом. Рисует красками абстрактные картины. Любит готовить десерты и хочет открыть собственный ресторан. Знакомиться с добрым и искренним мужчиной, для которого семья на первом месте. Антон, 25 лет, номер 3488. IT-специалист, его главное увлечение – рестлинг. Также занимается американским футболом, играет в баскетбол и совершенствует тело в тренажерном зале. Ищет стройную красавицу с веснушками, которая знала, чего хочет от жизни. Мы не знаем, выйдет ли Лиля одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. АПЛОДИСМЕНТЫ У вас такая пилочка очаровательная. Лиля, дело не в дочке, дело ни в чем. Дело в тебе. Вот, я честно говоря, я хотел бы тебя сейчас на руках как-то нести. Пронести. Пойдем? Нет, я переживаю. Давай, не стесняйся, пойдем. У нас есть пара Лиля и Андрей, если вы одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Дорогая моя, вы старая дева. С вашим Марсом в раке вам нужны мужчины очень мягкие, очень тихие. Мама не даст соврать, я всегда говорил, что я не буду жить у девушки. Роза позавидовала, да? Думала, тебе сейчас тоже принесут мясорубку какую-нибудь. С первого взгляда я вижу, что это ягода нашего поля. Ну, я мечтаю сделать свою карьеру и бизнес. Я хочу быть с тобой долго. Жалко такого, пускай жениха-то. Ты не верила мне, но любила меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова